Это русский! Русский Бернаут! Вы бы видели мою сейчас реакцию, когда я увидел вот эту вот М2 здесь. Давайте заценим, это просто реально чума. Насколько здесь лютейший комплект элементов М-Перформанс. Я впервые вижу М2 вот с такими М-Перформанс карбоновыми крыльями. Получается, смотрите, почти вся передняя часть в карбоне. Капот, крылья. Такая, конечно, она жирнющая, смотрите, полностью. Крышка, значит, багажника тоже карбоновая. Здесь, смотрите, какие необычные есть такие дактейл, спойлерные элементы. Клыки такие, да? Здесь же у нас, смотрите, Z4 новая. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы мы сделали на нее тест-драйв. Я думаю, в ближайшее время мы можем будет до нее тоже добраться. Ну, и главный виновник нашего визита – это X5 M50i 530 лошадей, на котором мы сейчас немножечко с вами потопаем. Звук выхлопа – это почти M-шный вообще. Очень круто. Едем на ту же площадку, где раздавали боком на Поршаке сегодня, чтобы попробовать теперь раздать бочком там на X5 и сделать для вас впечатляющего вау-эффект контента для YouTube и Instagram. Надеюсь, все получится. Мы стоим в пробке, можем немного оглядеться. В интерьере этого X, конечно, собрано, но очень богато. Козырная очень по виду. Смотрите, хрустальная. Хрустальная ручка переключения коробки передач. Просто вообще красоте неимоверное. Ну, и в целом сам салон, микс из черной и такой коричневой кожи. Выглядит очень богато, ребят. Пишите в комментариях, как вам такой спек. По-моему, это просто огонь вообще. Чуть меньше года назад мы летали на самый первый официальный тест-драйв нового BMW X5. Давайте вспомним, как это было. И если захотите посмотреть эти материалы, то вы сможете найти ссылки на них в описании. Вместе с Пашей Бледеновым впервые поедем на новом BMW X5. Почему везде в топ-тачках мы встречаем вот эти вот... Если бы ты смотрел мои обзоры, ты бы уже давно бы знал и не задавал бы эти вопросы. Особенно там, где есть продвинутая мультимедиа. Это Audi, Porsche, BMW. Там я каждый раз касаюсь этой темы. Каждый раз. Так, мнение Павла Бледенова касательно подвески в новом BMW X5 M50D. Спасибо. На здоровье. У тебя какая Беха любимая, кстати? Мне очень понравился М2, несмотря на кучу недостатков, которые они сделали. М2, очень классно. И еще очень мне нравится М3. М5 крутая машина, но на мой взгляд все-таки великовато чуть-чуть. Паш, как тут обстановочка? Очень хорошо, очень душевно. Вау, как красиво. Единственное, чего я здесь немного опасаюсь, здесь очень жарко. А если жарко, то должно быть много змей. А я как бы не очень готов морально ко встрече со змеями. Надеюсь, все будет хорошо и вы не потеряете меня. Смотрите, какой красавец, а? Е-53. Вау, и знаете, что круто, друзья? Аромат старого BMW. Попробуем сделать немного бубликов на X5. Рыжимаем полностью систему стабилизации. Итак, ДСО, в Гурамчик, привет. Отлично, все, вот так вот сейчас бачком немножечко проедем. Сейчас, парни, дрифт сделаем. Боевая хвачка зажигается. Давай-давай. Давай-давай. Вау. Колесо заднее сейчас просто... Ой, переднее. Слушай, но среди них он самый успешный и профессиональный. Точно. Сань, это русский, русский вернаут. Санька, давай, покажи нам бублики на своей дерзкой. Опа, ничего себе, Саня тут раздает. Санька, тачку убивает, смотрите. Все, посмотрите. Ну, это же, это же просто замечательно. Что касается X5, я думаю, что за счет такого вот мокрого покрытия он сможет ходить боком. Но все-таки система полного привода местная не позволяет это делать в таком шаловливом стиле, да. То есть здесь все-таки нужно, чтобы еще было меньше сцепления с поверхностью для управляемого дрифта, затяжного, так скажем. Ждем X5M. Уж он-то точно должен идти бачком как надо, потому что я помню X5M предыдущего поколения на официальном тест-драйве в Америке. Там прям специально у них была такая донат-зона, и они там по кругу дрифтили. X5M, ждем тебя, ну а мы поехали дальше. С перехода с третьей на четвертую в режиме лаунч-старта уже нет такого перформанс-перехода с толчком в коробке. Уже такое спокойное переключение идет. Короче, смотрите, вот когда дверь открыта, то моргает красным светом вот этот иллюминационный элемент. На передней двери, разумеется, то же самое. И это, по идее, может немного допомочь тем водителям, которые проезжают мимо, заметить то, что у вас открыта дверь, да? То есть в ночи, я думаю, это мерцание может быть заметно. Был обнаружен спиди-гонщик на достаточно большом фургоне. Я сейчас ехал по МКАДу, он хреначил в левой полосе. Играл в шашечки, смотрите, что творит. Так, так. Куда же мы поедем дальше? Сейчас мы посадим с этим. Ну, кренится, конечно, маленечко, но все равно позволяет ехать весьма динамично. Интересно знать, есть ли в этом X5 система антикренов, потому что, ну, крены прям такие достаточно ощутимые были в повороте. Давайте проверим, как X5 M50i звучит при пуске на холодную. Здесь с этим должно быть все нормально. Все-таки V8 как-никак. Ну-ка. А-а-а, 530 вошадок запели как, а? Ваше мнение, друзья. Каждый раз, когда я беру на тест-драйв автомобиль BMW, я очень кайфую с того, как они здесь организовали содействие вам в парковке. Даже когда камеры грязные, за счет вот этих парктроников, парктроник сигналов, так скажем, разных цветов, настолько становится проще и парковаться, и выезжать из каких-то сложных парковочных мест, да? Вообще, ну, вот просто-просто-просто молодцы. X6M, у нас вроде одинаковые разгоны с тобой, с X5 M50i. Будет ли динамика? Динамики не будет. У нового X5 M50i, на котором я сейчас еду, динамика быстрее, чем у X5 M предыдущего поколения. Подумать только, елки-палки, насколько же тогда будет шустрый X5 M, X6 M нового поколения? Интересно, сможет ли новый X5 M, X6 M быть на одном уровне динамики с Lamborghini Urus? С одной стороны, можно сказать, что Lamborghini гораздо дороже, да, и это некорректное сравнение, потому что новый X5 M, скорее всего, будет начинаться там меньше, чем с 10 миллионов рублей. А Lamborghini Urus начинается там с 15 миллионов рублей. Но, с другой стороны, у них мощностные уровни-то будут очень близки. В Urus у нас 650 лошадей, ну, а в новом X5 M и X6 M должно быть точно более 600 сил. Ждать осталось совсем недолго. Надеюсь, что уже вот буквально в следующие пару месяцев мы наконец-то увидим эти новые заряженные X-ы. И точно так же очень ждем ответа от GLE с их новым 63-м. X5 M50i стартовая цена 6 миллионов 200 тысяч рублей, то есть на миллион больше, чем базовый X5, но это уже у нас, смотрите, версия 530 коней, именно вот эта вот ядерная. Затем с мотором бензиновым попроще 4900 стартовая цена. Ну, да ладно, моторы попроще нас сейчас не интересуют, хотя вот тоже очень интересный вариант, смотрите. Значит, 530 сил бензиновый X5 M50i 6200 цена начинается, а вот дизельный M50D это тоже очень крутой мотор, как мы убедились на примере X7, 6 миллионов стартовая цена. Итак, значит, имеем стартовую цену 6 миллионов 200 тысяч на X5 M50i 530 сил, и именно наш стоит, внимание, 7 миллионов 900 с лишним тысяч рублей. То есть на опции вкинуто почти 2 миллиона, что ли, чуть менее 2 миллионов рублей. И имеем вот такой вот фарш мы пьем. Тачка, конечно, весьма пушечная. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я показал с этим X5 M50i в течение следующих дней, когда я буду записывать новые влоги с его участием. Ну, а я буду в течение этих дней стараться снимать самые какие-то интересные, актуальные моменты, связанные с этой машиной. Опа, ГЛА-45 поехал. Сейчас мы проезжали светофор, и там стоял мужчина с ребенком. Ребенок смотрел прямо, мужчина смотрел в телефон. Я вот хочу отдельно начать заострять еще внимание на том, что когда вы в роли пешеходов подходите к тем же пешеходным переходам или идете вдоль дороги, вы должны быть все время на чуку, вы должны смотреть на то, как двигается поток, потому что очень часто что-то у кого-то в руле выходит из-под контроля, и тогда у вас должен быть шанс увернуться от очень опасной аварии. Но когда вы смотрите в телефон стоя у пешеходного перехода, либо смотрите куда-то, но не в сторону автомобиля, который проезжает, то это реально, это очень опасно. Так, смотрите, какой я обнаружил эксклюзив. Пишите в комментариях. По-моему, это Audi RS2. Вот это вот редкость реально. Крутой аппаратец. Ёлки-палки, нет, 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 нет. Рубрика, рубрика Мадина в доме. Честь, не крати, кошмар. Нормально, нормально, подожди. Да здесь что-то заклинивает педаль акселератора. Сейчас вот заклинивает, не отклинивает что-то. Я не могу так ездить, слушай, хорош, ты ничего снимаешь. Что-то как-то вот, что-то тормозит очень резко. А вам зимнюю курску надел июнь. Да, да, московский июнь. Женский взгляд. Как тебе, значит, чехольчик вот от ключа? Ой, хорошенький. Ой, господи. На, пощупай его сама. Я вот первый раз его вижу в автомобилях BMW. Он такой, получается, кожаный, да? Ну да. О, классно. Так, иди теперь сюда немножко. Давай, открывай машинку. Ты закрыла ее. Женский взгляд. Открыть, вон там ключик, открыть. А, вот, открыть. Смотри. Как тебе глазки, Аль? О, смотри-ка. Дерзкие? Очень красивые. А пойдем сзади, как тебе вот сзади? Как тебе сзади? Хищненько. Хищненько. Ну, поехали туда. Что-то смотри, тормоз, тормоз что-то застрял, газ застрял, и лаунч появился. Нет, нет, да, да. Вот реально вот непонятно, как сделать так, чтобы то большинство людей, которые у нас друг на друга смотрят вот так, как их от этого отучить? Я не понимаю. С одной стороны, здесь поможет только смена поколений, ни одного. С другой стороны, как поможет смена поколений, если новое поколение смотрит на старое, учится у него, а старое, оно вот хмурится и смотрит друг на друга, как на врагов. Да. в большинстве своем, вот эту дикость, будто бы мы какие-то, блин... Ищем врага и подозреваем. Так уж сложилось. Исторически, генетически. А что делать, Мадлена? Не знаю, смена климата, может, нам помню. Смена климата, то есть ты предлагаешь больше green house эффекта создать на земле. Не, хорош, у нас и так такой перепад температур, у нас от минус 30 до плюс 30, вы понимаете, 60 градусов с разницей температур. Как выживаешь, как выживаешь вообще. Сколько одежды нужно? Вот это был женский комментарий, кстати. Мадин, вот смотри, я сегодня тоже во влоге уже говорил, и хотел бы тебе тоже показать. Смотри, насколько на BMW... Сюда смотри, Мадиночка, пожалуйста. Сюда, сюда, на экран. Насколько здесь все удобно. Даже когда камеры грязные, вот эти вот показатели парктроника разных цветов, они тебе охрененно помогают. О, прикольно, стоп, стоп. Ну, он тебе говорит об этом. Ну, смотри, включаешь когда драйв, красиво переносится вперед. Ух ты. И ты уже смотришь, что происходит спереди. И реально тебе вот даже вот камеры чистые не нужны, потому что, видишь, вот эти парктроники, и здесь, и здесь, они тебе дают понять, что происходит. Видишь, как меняется еще, когда слишком близко, сверху уже вид. Ну, отлично, слушай. Да. Ну, такая вот штука. Все, побежали. А видео, а видео, смотри, здесь хрусталик. О, как раньше. Женщиня добрает хрусталик. Как раньше, на машинках, помнишь, были? А, розочки, да, там мухи, там в центре были, да, да, да. Все, пошли. Ты что, это у тебя сапоги, что ли? Да, резиновые. Да, я посмотрю. Ничего себе, угарные какие. Знаешь, какие удобные, по ложе уходить. Можно ходить и не обходить. Показывает преимущество ее обуви. Конечно. А вот так вот прям пошуруди, пошуруди так. Ну, ты так не можешь, видишь? Вот поэтому. Ну, зря ты меня провоцируешь, я могу так тоже. Один раз ты можешь так, будешь весь мокрый. Смотри, какую они умную фишку придумали. Тут у тебя руль шевелится. Мадин, респект за этот женский комментарий. На всех крутых новых премиальных автомобилях, когда ты машину выключаешь, руль и сиденье немножечко отъезжают, чтобы тебе было более удобно выйти, когда садишься обратно, включаешь, они возвращаются в исходное положение. А, типа, для тех, кто много кушать любит, то это очень удобно путься. Смотри, и когда дверь открыта, то здесь мерцает красный свет, что может теоретически помочь проезжающим мимо автомобилям заметить, что дверь открыта, чтобы ты ее не снес на другом автомобиле. Гениально! Ох, что это Мадлена с еохуш этими комментариями. Все ходят с уроком, все снимает. Снимает, снимает. Ой, ужас, ужас. Сервы X5 еще вместе с Пашей Блюденовым в Америке, то нам ярко в интерьере не понравился один элемент. Это задняя часть селектора коробки передач. Здесь прям такой, знаете, вот шершавый, это как наждачка материал. И на фоне премиальности всех материалов, крутости всего вообще, что вы видите, к чему притрагиваетесь, вот это вот все, конечно, рушит. Вы бы видели, блин, сейчас жаль, я не поснял реакцию Мадина. Ее реакция была просто феноменальна, когда она первый раз пощупала. Ну-ка, Мадин, пощупай еще раз. Я сказала в тот момент, фу! Потому что она очень похожа на язык кошки. Ну, такая же шершавая. Есть такое, кстати, да. Вот зачем? Может быть, как раз таки, знаешь, сейчас в современном автомобилестроении очень популярна органика. И действительно, вот, ты дала, наконец, ответ, который никто дать не мог. Почему они сюда это воткнули? Потому что это от них органика, это пересечение с языком кошки. Гениально. Мадин, может, YouTube тебе запустим лайфстайловый? Будешь там про готовку рассказывать? Не, не надо. А здесь у нас Мурысик. Пойдем гулять. Я знаю, ты любишь гулять. Опа. Завершение влога. Традиционный бой. Мурысика в рамках UFC против Крысика. Все, Мурысик победил. Знаете, почему Мурысик смотрит назад? Потому что здесь у нас ее друг. Привет, Мурысик. Как дела? Ай-ай. Ай-ай-ай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok